Чё как, зрители? Это Гагатун. И после целой недели заигрывания с публикой, Bethesda всё-таки решила сказать, что да, действительно, Rage 2 будет. И уже выпустила и анонс трейлер. Вчера-сегодня вышел официальный геймплейный трейлер, который мы с вами посмотрим без лишних слов, чтобы я не стал шутить, потому что если я начинаю шутить, мне ставят дислайки, потому что не нравятся людям мой юмор. Потом давайте просто начнём смотреть трейлер. Видите, тут уже начинаются взрывы, перестрелки. Все дела. Когда астероид упал, миллиарды умерли вновь и не ока. Появились племена. Альянсы были созданы. Территория была захвачена. Больше ни кого не осталось, кто скажет ей нет. И в этом мире, если ты чего-то очень сильно хотел, то ты мог это забрать. Видишь ли, в мире без правил правит безумие. Тут нам показывают геймплей. Avalanche Studios, которые делали Jazz Calls и Mad Max. ID, которые делали Doom и первый Rage. Видимо, они работают вместе, хотя насколько они работают вместе, мне сказать сложно. Мне почему-то кажется, что эту игру больше все-таки делает Avalanche, чем и ID Software. Бумеранг с первой части вернулся, транспорт вернулся. Но теперь, видите, какие-то есть способности и удары об землю. Можно в Rage какой-то входить в игре под названием Rage. Такой вот трейлер. Несмотря на то, что дата выхода игры еще не анонсирована, уже можно ее предзаказать на три платформы. И давайте я немного с вами поговорю о том, что я думаю об этом трейлере. Думаю ли я, нужно ли Rage 2 и все такое. Все, что я обычно делаю на этом канале с такими вопросами. Давайте начнем с того, что игра выглядит красиво. Особенно при таком освещении. Это все выглядит просто невероятно. Вообще, Avalanche не делает некрасивых игр. Doom тоже был красивый. Я пытаюсь совместить. Понимаете, не надо мне говорить Avalanche делали Just Cause и Mad Max. А ID Software делали Doom и вот это все дело. Поэтому совместно не знаю, что у них. Я не знаю, насколько тесно совместно они работают здесь и кто конкретно делает эту игру. Но мне почему-то кажется, что эту игру все-таки больше делают люди, которые делали Just Cause. Потому что во время трейлера их имя появляется первым. Я думаю, возможно, это на что-то намекает. Тем более, я не думаю, что у ID Software так много времени будет на эту игру, потому что я думаю, они занимаются чем-то еще. Саундтрек подсказывает мне, что не работают те же самые люди, короче, на эту игру. Также я сразу сделаю смелое предположение, несмотря на то, что об этом вроде как еще нигде не анонсировали. Но я просто буду ванга и скажу, что в игре будет кооператив. Просто потому, что нам в анонс трейлере постоянно показывали двух людей. То и здесь мы видим первого игрока, второго игрока или наоборот. То есть, я лично думаю, что с вероятностью, наверное, 90% в игре будет кооператив и вся игра будет нацелена на прохождение ее в кооперативе, как Far Cry 5, например, недавний. Вообще, игра, у меня больше всего почему-то ассоциация вызвала как раз таки с Far Cry 5, Borderlands и Destiny. Потому что это все кооперативные игры, ну, ты можешь играть их кооперативно. И здесь явно будет некая смесь всего этого. Также по скриншотам, которые я видел, можно предположить, что в игре будет кастомизация транспорта, оружия. По крайней мере, можно понять, что скорее всего можно будет менять раскраску оружия, потому что в одном из кадров видно... Блин, теперь еще и разочет. Ну ладно, давайте вы доверитесь мне на слово, когда я говорю, что в игре будет, скорее всего, кастомизация оружия. И Вонж Студиос, который, я думаю, в первую очередь делает игру, до этого не делали никаких успешных шутеров от первого лица. И этот трейлер меня лично еще больше настроил на то, чтобы насторожиться, потому что все геймплейные кадры почему-то здесь выглядят очень замыленными, очень приближенными у тебя треть экрана занимает пушка. И, не знаю, может, для трейлера они так сделали специально, что у тебя блюр и все это фигня идет, просто чтобы создать ощущение синематографии какой-то. Но, на мой взгляд, это не работает. Вот совершенно это не работает. По крайней мере, геймплей выглядит просто каким-то пипецки здесь непонятно. То есть вообще... Я вот смотрел этот трейлер, пытаюсь разобрать, что здесь происходит. видно, что они будут больше вот этих боссов. Я их лично не помню в первой части, но вот вы посмотрите эти кадры. Ну, тут еще какой-то блюр на блюре и блюра. Одна из ключевых особенностей первой части была в том, что там был очень интересно сделан искусственный интеллект. Потому что противники могли собираться в толпы, если они слабые, то они пытались ардой замочить, если они сильные, они, наоборот, какие-то стратегии использовали. Не то, что там был какой-то фир, но искусственный интеллект в первой части был интересный. Здесь от этого, кажется, вообще ничего не осталось, потому что вот судя по тому, как ты раскидываешь всех налево-направо из своих РПГ и так далее, противники по тебе то ли вообще попасть не могут, то ли даже не пытаются по тебе стрелять. Кадр ближе к концу трейлера. Опять же, блюр. Ну, зачем столько блюра? Где такая толпа людей и никто из них даже по тебе... Ну, то есть, я не знаю, это по тебе попадает, там кровь летела. Выглядит это странно, я не скажу, что она... Не знаю, в трейлере явно перебор с блюром. Я не знаю, кем вы могли бы быть, все равно здесь слишком его много. Я думаю, главное отличие, которое мы можем с вами провести между этой частью и прошлой, что первая часть, она была больше приземленной такой, она была серьезной, ну, относительно, насколько она могла быть в игре про постапокалипсис. Но в этот раз видно, им уже пофиг, потому что ты там какие-то способности используешь, у тебя какой-то, видимо, здесь есть режим гнева, с которым ты можешь бежать. Потому что я вначале подумал, что он телепортнулся, но он, видимо, просто использует какой-то режим гнева, из-за которого он может, видимо, больше урона наносить или типа того. Поэтому... Я не знаю. Я не знаю, лично мне игру ждать сложно, судя по этому трейлеру. Видно, что была хорошая проделана работа над миром, потому что все вот эти кадры, где камера на каком-то отдалении находится, игра выглядит очень красиво. Освещение отличное, мир выглядит насыщенным, живым, банда эти выглядит прикольно, я вот там отдельно, у них на сайте есть скриншоты того, как эти все противники выглядят. Они выглядят замечательно, но я думаю, кстати, что это как раз-таки часть их работ, которая была проделана над Безумным Аксом, игрой, она перешла и в эту игру, потому что, ну, во-первых, транспорт явно перешел из Мэдмакса, я думаю, что он управляться будет абсолютно так же. В Мэдмаксе, правда, не было столько блюра, опять же. Ладно, я перестану говорить про блюр, когда в игре будет меньше блюра, понятно? Когда мне выдадут трейлер и геймплей, где нет блюра этого гребаного. Ну, в таких кадрах ну, насколько в этой играте будет интересно, я, честно сказать, сомневаюсь, потому что у Avalanche Studios, как минимум, особой большой какой-то библиотеки игр, где они бы хорошо справлялись с сюжетным элементом, нету, лично на мой взгляд. У них, у Avalanche, большие проблемы со скриптовыми заданиями, сюжетными заданиями, и если эта игра не будет невероятно интересной, веселой, просто как своей песочницей, то я не думаю, что она будет интересной, потому что если она будет так же, как и первая часть, больше направленная на сюжет, тут будет какой-то идти сюжет, то он будет, скорее всего, полным говном, ну, прям как и в последнем Жаскоусе, но если они умудрятся создать какой-то живой мир, который постоянно на тебя реагирует, вот эти банды, и ты в кооперативе, и то, как ты с ними разбираешься, со всеми, вот эти кланы и прочее, потому что об этом говорится в этом трейлере, то может быть это будет как минимум интересно вот этим, ну, позахватываешь ты в кооперативе 9 часов и игру выключаешь, но вот какой-то вот, я считаю, что этот трейлер неудачный, если они хотят мне продать игру, им нужно было сделать другой трейлер, где я смогу разобрать, что происходит в плане геймплея, и также я бы хотел понять вообще какую роль, ну, то есть, с одной стороны, я удивлен, что здесь не показали конкретно прямо еще кадры кооператива какого-то, судя по тому, что я думал, здесь будет именно явно направленность на кооператив. Может быть, они хотят приберечь это к Е3, и на Е3 нам покажут больше, но взрывы, как всегда, выглядят великолепно, с этим у Волонч никогда не было проблем, все остальное я еще не особо уверен, ну, вот не совсем я уверен относительно всего остального, мне хочется думать, что игра выйдет неплохой, как минимум, ну, то есть, сложно облажаться, когда ты делаешь кооперативный шутер, но если в этой игре не будет кооператива, то, с другой стороны, мне кажется, она очень быстро надоест, потому что мы это уже все миллиард раз видели, и сюжетно здесь нас явно не ждут никакие откровения, на это можно закончить, наверное, это видео, что вы думаете? Вы думаете, что игра будет интересной, крутой, и все такое, или все-таки вы так же не уверены, потому что этот трейлер не показывает ничего невероятно нового, и не делая даже на это намеки, потому что, ну, у нас уже были, да, бордерлендсы, способности тут напоминают мне Destiny, и у нас была приземленная первая часть, которая так же была не супер-пупер интересной, да, я не буду говорить, что неожиданно рейдж первый был каким-то невероятным, но там была хорошая шутерная составляющая, и вот эти противники умные, они очень много добавляли в игру, и я вот тогда именно понял, что этого давно уже не было, и с того момента, как вышел рейдж, ничего так и не выходило такого уровня, потому что был Fear, потом был рейдж, и, ну, как бы и все, ну, и до них там был Halo, и все, и не было никаких игр с интересным искусственным интеллектом, здесь его тоже не будет, ну, по крайней мере, я не думаю, что можно сделать такие вот перестрелки и прочее, если у вас будет очень умный искусственный интеллект, игра явно не об этом, а неужели у нас недостаточно просто шутеров, где ты просто нажимаешь, и все просто взрываются без какой-либо стратегии, я бы немного хотел, может, это разнообразить, но игра явно будет не об этом, поэтому, посмотрим, посмотрим, что из себя будет представлять игра на E3, на этом конец этого ролика, опять же, пишите мне в комментариях, что думаете вы об этом всем трейлере игре, увидимся с вами в следующем видео, пока, я птя-птя, да, пока, я стриблю больше на канале, теперь чем делаю ролики, поэтому ставьте все колокольчики, если хотите видеть стримы, когда я их запускаю, делай, 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 по крайней мере, по трейлеру, опять же, в этой игре очень слабые звуки, на мой взгляд, это просто как-то совершенно несерьезно звучит, все эти выстрелы, сейчас, когда-то стрельба начнется, слышите, какого-то нету в ней крепости, мне кажется, в игре такой про апокалипсис, нужно, чтобы твоя оружие прям фигачила, чтобы ты дикарем себя чувствовал, здесь явно не хватает людей, которые делали звуки для дума, потому что это все звучит как-то несерьезно, все эти пих-пих-пух-пух, чих-чих-чих-чих, не хватает людей,